Всем привет! Вы смотрите канал «Мошенники звонят по телефону». Наливайте чайку, кофейку, ближайшие несколько минут пройдут просто великолепно. Но перед началом разговора пиши комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал и бей в колокол. Всё это нужно для того, дорогой мой друг, чтобы как можно больше людей увидели этот ролик и не попадались на мошенников. Приятного просмотра. Алло. Да, Юрий, здравствуйте. Алло, алло, это Владимир. Общались сегодня с вами в первой половине дня, помните? А, да. А вы не могли бы минут через 20 перезвонить? Хорошо, давайте наберу вас через 10 могу набрать. Ой, всё время эти самые ограничения, да? Ну, у меня же тоже по списку люди есть, всех по времени назначить, но набираю. Ну, давайте на завтра перенесём, если вы так ограничены по времени. Ну, есть немного. Мы можем с вами сейчас за 2 минуты просто обсудить вашу регистрацию, чтобы я понял, что случилось, почему вы дальше не приступили к задачцу. Да я уже, честно говоря, плохо помню. Я помню, что что-то с Дарьей вышло. Я ей одно говорю, она мне другое и как-то очень так себя вела агрессивно, я бы сказал. Ага. Ну, я ей объяснял, я ей объяснял, что меня интересует, а она огнёт свою какую-то линию. Я говорю, что я хотел бы инвестировать в крупную сумму, в заверительное управление передать. И мне это, я с этой целью собираю информацию и ищу какие-то компании надёжные. А она мне всё что-то там про торговлю, про торговлю. Поэтому, может быть, и нам разговаривать-то не о чём. Если у вас только торговля, то меня это не особо интересует. Нет, нет, Юрий, на самом деле у нас не только торговля. Смотрите, что вы имеете в виду под доверительным управлением? Ну, то, что во всём мире вроде бы имеют в виду. А что-то есть разное понятие? Ну, конечно. Вот для вас, что такое для вас доверительное управление? Ну, отдать деньги какой-то компании, которая надёжная, зарегистрирована, имеет лицензию, чтобы она вкладывала на фондовом рынке. Ну, если она может на каких-то других рынках. Ага. Допустим, криптовалютам. Угу. 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 А вы что имеете в виду? Смотрите, Юрий, просто на территории Российской Федерации доверительное управление счётом, да, запрещено. А каким это законом? Номер закона вам не подскажу, но я знаю, что это запрещено. Вы знаете, я ни одно утверждение не принимаю на веру. Если вы мне говорите что-то, это надо подтвердить. На каком сайте я могу это прочитать? Да, просто даже в Кодексе Российской Федерации, вот. А что такое Кодекс Российской Федерации? Это что такое? Там, где законы пишут, Юрий. Да? Ну, да. Есть такой Кодекс Российской Федерации? Ну, да, это, по-моему, Уголовный Кодекс. Это даже не административный Кодекс. А, и там это прописано в Уголовном Кодексе? Да, 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 да. Потому что, да, есть такие случаи, да, Юрий, когда вот люди дают в доверительное управление... А как называется это преступление? Передача в доверительное управление? Это статья такая в Уголовном Кодексе? Нет, Юрий. Ну, вы же сказали в Уголовном Кодексе. Это называется мошенничество, Юрий. Как? Передача денег? Я передаю свои деньги, и я мошенник? Просто смотрите, вы в этом случае никак не защищены. У вас нет гарантий и страховки. Даже если компания с лицензией, как вы сказали, то даже в таких случаях очень-очень высокий риск потерять деньги. Так мошенничество, с чьей стороны? Со стороны тому, кому вы отдаете деньги. Ну, то есть я не могу свои деньги никому отдать? А если я просто кому-то дарю, это тоже преступление? Ну, вы-то можете, Юрий. Вы можете кому-то дать, но очень высокий риск, что вы их потеряете вообще. А вы знаете, я в прошлом году оформлял два договора доверительного управления с компаниями российскими. И как у вас, кстати, получилось? Это я преступление совершал или это они совершали? Нет, нет, не вы. Если они ваши деньги с ними делают так, что у вас на счету получается ноль, то это с их стороны мошенничество. Так вы же говорите, что это вообще запрещено уголовным кодекам. Ну да, правильно, я так и сказал. А что разрешено? Какие операции разрешены? Так я могу договорить, если вы перебиваете. Нет, ну вы такие интересные факты сообщаете. Ну так я хочу же договорить, чтобы вы поняли аргументы фактов. Ну хорошо, я понял, это запрещено. А какие операции разрешены? Есть компании, в которых вы можете просто копировать счет эксперта. То есть вы можете размещать свои деньги у себя на счету, и ваш счет подключается под счет эксперта, который... Ну у вас такая компания? Я-то имею в виду, у вас какие разрешенные операции? Вот то, что я вам только что сказал. Вы можете у нас как и обучаться, заниматься ручной торговлей. Мы вам можем составить инвестиционный портфель, либо же подключить ваш счет, на котором ваша сумма под счет эксперта, который у себя на счету, у себя на торговой площадке открывает сделки. Они автоматически открываются у вас, и вы получаете прибыль. То есть все, что он закрыл у себя, закрывается автоматически у вас. Таким образом вы получаете прибыль. А я не хочу сам торговать. А вы при этом и не торгуете сами. Я не хочу открывать никаких счетов, понимаете? Ни у какого брокера. Никаких сделок или счетов? Счетов не хочу у брокера открывать. А если вы говорили уже о доверительном управлении, то как вы здесь имеете? Ну вы же сказали, что это запрещено. Я там не открывал счетов брокерских. Я просто передал по договору и в той, и в другой компании. Как бы если бы я в банках брал деньги, но депозиты... Как бы ваши деньги размещены, правильно? Что? Ну значит, где-то те деньги, которые вы передали по договору, они на каком-то же счету размещены? А на каком счету? Ну не знаю, поэтому вот у вас... Ну что это за счет? Как вы себе представляете? Ну, банковский счет, инвестиционный счет, брокерский счет. А чем отличается банковский от инвестиционного? Очень большая разница. На банковском счету вы можете совершать одни операции, на инвестиционном совершенном... Нет, да, инвестиционный, но банковский он в банке открывается, да? А инвестиционный счет где? Как и в банке, как и в конгломерате, так и в любой инвестиционной компании, так и у брокера. А что такое конгломерат? Это что такое? Есть такие банки-конгломераты. Есть обычные банки. Так, а чем банк-конгломерат от простого банка? И чем счет? Меня-то даже не банки, меня интересуют, чем виды счетов. Вот я, когда передавал этим компаниям, они на какой счет попадали эти деньги? Но это явно не брокерский, потому что... Вы должны изучить это. А? Но я не знаю, на каком счету... Ну, вы же знаете все законы Российской Федерации, вы же так уверенно все рассказываете. Я-то не ориентируюсь в этом. Я вам увереннее еще говорить, если вы не будете меня перебивать. Смотрите, вы меня спрашиваете, на каком счету хранятся деньги, которые я год назад по договору кому-то отдал. Мне откуда знать? Хорошо, в вашей компании на каких видах счетов деньги хранятся клиентов? На сегрегированных. Это что означает? Это такой счет, который открывается в банке европейском, на котором хранятся ваши деньги отдельно от средств компании. И к этому счету имеете доступ только вы. То есть, если я с вами вступаю в отношения и перечисляю деньги в европейский банк, да? Да, да, и на нем хранятся ваши деньги. В сегрегированной сегрегированной компании этого банка. Вы не российская компания, да? Нет, мы не российская компания. Так, а зачем мне связываться с не российской компанией? Какие преимущества в этом при этом? У меня возникают... Очень большие. Например? Очень большие. Вы работаете, так понимаю, с российскими компаниями? Ну, я просто... Вы мне расскажите. Я, может, не понимаю, в чем выгода. Ну, так, чтобы вам это рассказать, мне нужно понимать, работали ли вы с российскими компаниями. Ну, я же вам рассказал про мой опыт с двумя компаниями. Про незаконные операции. Ну, а я не знаю. Это российские компании, они российские. Вы ничего не говорили. А что это за компании? Как называют? Ну, вам... Зачем вам название этих компаний? Чтобы еще конкретней вам разницу показать в теории. Ну, это российские брокерские компании, которые занимаются доверительным управлением. У них есть лицензия на это. От кого? От Центрального банка, естественно. Как и у всех в Российской Федерации. Правильно, Юрий. Вот здесь вы правильно сказали, что любая российская компания, которая работает на территории Российской Федерации, у нее есть лицензия от Центрального банка. И у вас должна быть, если вы звоните российским гражданам. Ну, Юрий, как я могу вам это объяснить, если вы вот меня опять перебили? А в чем я вас перебил? Нет, мне вообще говорить нельзя. Вот я говорю, а вы меня перебивай. Ваша девушка, она точно так же себя вела. Она мне не давала говорить. И при малейшей попытке мне что-то сказать, она тут же каким-то очень нехорошим голосом кричала, что я ее перебиваю и так далее. Так мне молчать, но давайте я слушать буду. Вы мне лекцию тогда прочитаете. Нет, Юрий, вам не надо молчать. Вы просто можете задать вопрос и послушать ответ. Вы же информацию ищите. Ну, так я вам задаю вопрос, чтобы мы не растекали. Вы опять перебиваете. Я даже не договорил, Юрий. Я слушаю, говорите. Это очень большая разница между российской компанией и международной. Мы являемся международным брокером, который работает с 13 странами. Это СНГ, Ближний Восток и Русская Европа. И когда компания является международной, она не регулируется центральным банком. Она регулируется другим регулятором. Потому что такая компания, вот как, например, мы. Мы не зарегистрированы на территории РФ. И у нас нет регуляции центрального банка. И это даже лучше, чем все компании, которые... Я вас про это и спрашиваю. Тогда по какому праву вы звоните мне, российскому гражданину, если у вас нет разрешения работать здесь? Есть у нас разрешение, Юрий. Только это регулятор совершенно другой, а не центральный банк. Ну я-то живу на территории Российской Федерации. Мне-то до ваших регуляторов никакого дела нет. И моим властям моей страны... Потому что он российский регулятор. Властям моей страны они-то будут спрашивать с меня, скажут, ты почему сотрудничаешь с какими-то подозрителями иностранными организациями? Тут еще и вопрос налогообложения сразу возникает. Возникает очень серьезный. И отчетность, и так далее. Здесь дело совершенно не в этом, Юрий. У нас регулятор другой. Он тоже российский. Что? Который также работает... Какой? У нас регулятор другой. Нет центральный банк. Он также работает по... Какой? Назовите регулятор. Какой еще есть в России регулятор? Ну, Юрий, ну как я вам могу отвечать, если вы меня опять перебиваете, Юрий? Ну, в России один регулятор. Это центральный банк, насколько я знаю. Какой еще? Есть и другие регуляторы. Центр регулирования отношений на финансовых рынках. Слышали о таком регуляторе? Такой организации нету. Я смотрел, специально мне звонили, и ваши говорили. Есть такая регуляция, есть такой финансовый регулятор. Есть персональная ассоциация в профилях. Я смотрел в реестре, еще сегодня специально посмотрел. Такой организации в России нет. Есть такой сайт, ну, значит, это сайт жуликов. Есть такая организация, Юрий. Мы же 11 лет с ними работаем. Такой организации нет. Есть такая организация, Юрий. Мы сейчас будем вот так припираться, что ли? Я же верю своим глазам. Ну, так, а я верю регулятору, с которым я работаю. Ну, хорошо, пришлите мне на почту ссылку в реестре российских юридических лиц, где даны данные этой организации. А также на сайте, что вы являетесь организатором, на ее сайте, где написано, что она регулирует вас, если она существует. Хорошо, а потом мы поговорим. Какой информация вам не предоставлять, Юрий? А? Потому что мы с вами говорили совершенно о другом. О чем? Ну, вы же начали говорить о доверительном управлении, а не о регуляции. Мы говорим о том, вы вообще, вы кто? Вы настоящая организация или вы просто шайка, которая звонит по телефону? Я про это говорю. Потому что вы называете несуществующую организацию. Потому что вы не можете разбраться, Юрий. Пришлите мне, это очень просто, пришлите мне на электронную почту данные этой организации. Если она существует, я посмотрю и все, буду знать, что есть такая. Дальше мы продолжим разговор. Она существует на территории Российской Федерации. Она существует на территории Российской Федерации. Пришлите мне ее данные, вы слышите меня? Не кричите, Юрий, Юрий, не кричите, во-первых. Ну все, а в чем проблема-то? Вам уже пора клировать. Проблем на самом деле нет, Юрий. Так пришлите и все. Ну так давайте свою почту, я вам пришлю. А я сообщал свою почту? Мне вы не сообщали. Можете скинуть мне смс-кой на этот номер? Просто ИНН или ОГРН этой организации. В Российской Федерации у каждой организации есть два кода. ИНН, ОГРН. Вот любой из этих кодов сбросьте. Проблемы нет никакой. Абсолютно с вами согласен. Вот все, кидайте смс-ку. А после этого звоните. Я вам на почту давайте лучше отправлю. Хорошо, на почту давайте. Скажите почту. Еще раз, если... Я сообщал свою почту, но если она у вас не записана, на этот номер отправьте смс-кой. Вы не можете смс-ку послать? Нет. Ну все тогда, о чем разговор, если вы даже этого не можете? Какой из вас брокер или кто вы там? Обычный, Юрий. Хорошо, посмотрите сейчас в реестре. Вы же знаете, что она существует. И назовите... Не можете, если каше говорите, я хорошо вас слышу. Продиктуйте этот номер. Продиктуйте. Это вы можете, у вас язык есть. Губы, зубы. Юрий Попильвых, я попрошу вас не забываться, а во-вторых, сделайте тон патист. Я не забываюсь. Я просто говорю, продиктуйте номер. В чем проблема? Я вам хочу что-то сказать, а вы перебиваете. В чем проблема продиктовать номер? Ну вот видите, вы опять толдычите одно и то же, Юрий. Я вам хочу сказать, вы перебиваете. Что вы толдычите? Вы же перебиваете, не даете договорить, Юрий. Хорошо, я слушаю. Ну вот, слушайте, хорошо, договорились. Я слышу, что вы не понимаете стандартов работы брокерских компаний. В чем стандарт работы, чтобы вы не можете назвать номер? Вы не можете назвать номер в этом стандарте. Я вам отвечаю, Юрий, я вам отвечаю, Юрий, что вы не можете, я слышу, разобраться в стандартах правильных брокеров. Понимаете? И могу вам предложить связаться, чтобы вы были за компьютером. Я покажу вам, как, в каких ресурсах вы можете проверять в компании и смотреть разные регуляции. Я знаю, на каких ресурсах я на работе проверяю в компании. У меня работа такая, проверять в компании. У вас работа такая, проверять в компании? Да, у меня такая работа. Хорошо, а как вы это делаете? Еще раз повторяю, назовите номер. Наш разговор записывается, вы назовете номер, и я посмотрю в реестре. В чем проблема? Я скажу, Юрий, наш разговор с вами тоже записывается. А вы об этом не сообщили, это уже нарушение российского закона. Я просто скажу, что вы все равно, скорее всего, новичок в этой сфере, и не знаете, как правильно выбрать брокерскую компанию. В чем проблема, назвать номер, а? Шахрай Крыжопольский. Шахрай Крыжопольский. В чем проблема, назвать номер? Понимаете? А? Но вы видите, вы даже выражение не умеете подбирать. Шахрайчик. Называете какие-то города. Шахрайчик. А, ты знаешь про Крыжополь-то? И кто такой Шахрай, ты знаешь? Нет, абсолютно, Юрий. Нет, не знаешь, конечно. Ты только номер назвать не можешь. У тебя лапки, да? Юрий, вы понимаете, с кем вы общаетесь или нет? Ты не будешь. Ты это понимаешь. Мразь-то конченая. А почему вы материтесь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok